Библейский портал экзегет.ру представляет Сегодня на библейском портале экзегет мы продолжаем наши беседы по посланию к филиппийцам первоверховного апостола Павла. И сегодня мы будем читать и делать обзор второй главы этого послания. О теме и содержании второй главы. Апостол переходит к дальнейшим увещеваниям, касающимся долга христианина, быть единомысленными и смиренно-мудренными, подкрепляя этот призыв примером Господа Иисуса. Об этом с 1 по 11 стих. Далее призывает быть усердными и серьезными в деле христианского странствования. Об этом с 12 по 13 стих призывает украшать христианское звание соответствующими добродетелями. Об этом с 14 по 18 стих. В заключении этой главы первоверховный апостол Павел упоминает о двух верных служителях, которых он намеревается послать к ним, к филиппийцам, о Тимофее и о Апофродите, отзываясь о них с большую похвалою. Об этом с 19 по 30 стих. И первый подраздел. Апостол переходит к дальнейшим увещеваниям, касающимся долга христианина, быть единомысленными и смиренно-мудренными, подкрепляя этот призыв примером Господа Иисуса Христа. И об этом с 1 по 11 стих. И мы читаем первый и второй стих. Итак, если есть какое утешение во Христе, если есть какая отрада любви, если есть какое общение духа, если есть какое милосердие и сострадательность, то дополните мою радость, имейте одни мысли, имейте ту же любовь, будьте единодушны и единомысленны. О чем это? Он как бы говорит, если в вас есть любовь, если в вас есть общение духа, если в вас есть милосердие и сострадательность, то при всем при этом имейте одни мысли, имейте ту же любовь и будьте единодушны и единомысленны. Тогда такими своими действиями вы покажете, что у вас есть и любовь, и общение духа, есть и милосердие, и сострадательность. Древний христианский экзегет Марий Викторин пишет, если один Бог, один Сын Его, один Святой Дух, если все три одно, то и мы должны быть едины в наших мыслях, чтобы быть одним умом с Богом. Далее следует, что мы должны иметь ту же любовь, последняя относится к нравственным правилам, то есть любовь, первое же к знанию, единодушие, единомысля. Далее с третьего стиха ниже. Ничего не делайте по любопрению. Любопрение – это любовь к спорам. Или по тщеславию. Тщеславие – это желание хорошо выглядеть. Но по смиренному мудрью почитайте один другого в высшем себя. Не о себе только каждый заботься, но каждый и о другом. Ибо в вас должны быть те же чувствования, какие и во Христе Иисусе. Вот этот стих, это у нас стих пятый, он очень важный. В вас должны быть те же чувствования, как и во Христе Иисусе. Вот почему в начале утреннего правила мы находим слова, что не надо начинать молитву, донди же, то есть пока не успокоятся наши чувствования. А наши чувствования, они грязные. Средоточие чувств – это сердце. А Христос говорит, из сердца исходит блуд, всякая нечистота, кража, убийство и так далее. Поэтому, когда мы молимся, очень важно остановить движение наших чувствований. Мы должны стремиться к чувствованиям, какие во Христе Иисусе. И вот, например, неопротестанты и протестанты, они много говорят о какой-то личной вере. Они говорят, надо иметь личную веру, вот тогда ты спасёшься. Никому не нужна наша личная вера, так же, как никому не нужны наши грязные чувствования. Мы должны стремиться к чувствованиям Христовым. А по поводу веры, в Евангелии от Марка, 11 глава, 23 стих, сказано, имейте веру Божию, потому что есть вера человеческая, там, правильная, неправильная, есть вера бесовская, сказано, бесы веруют и трепещут. Но мы должны стремиться стяжать веру Божию, так же, как мы должны стремиться стяжать чувствование Христовое. И мы читаем 6 стиха и ниже, Он, то есть Христос, будучи образом Божьим, не почитал хищением быть равным Богу. В каком смысле Христос был образом Божьим? Сказано в Писании, что Бога никто никогда не видел и видеть не может. Единородный Сын, сущий в недре Отчим, Он явил, что явил? Он показал нам Бога Отца. Как Он сказал одному из апостолов, «Видевший Меня видела Отца». Потому что Бога Отца не видели даже ангелы. Они только восклицали свят, 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 и королами закрывали свои лики, чтобы не принять за Бога то, что Богом не является. А когда Христос приходит в этот мир, Он показывает Бога Отца роду человеческому и ангелам показывает свое божество. Как сказано у того же апостола Павла, показал себя ангелом, проповедован в народе, показал себя ангелом. То есть, взирая на Христа, а Он есть достовернейший образ Бога Отца, как, например, бывает так, что мы встречаем какого-нибудь молодого человека, он похож на человека, которого мы знаем, и этот человек в возрасте, и мы думаем, наверное, это его сын, или, наверное, это его внук. Поэтому здесь сказано о Христе, Он, будучи образом Божьим, то есть, Он раскрыл намерение Бога Отца, показал характер Бога Отца, не почитал хищением быть равным Богу. Вот когда дьявол испытал чувство, что Он и Бог одно, это было хищение, а для Христа это не хищение, потому что у Бога Отца и Бога Сына и у Бога Духа Святаго одна божественная сущность, то есть, все, что имеет Отец, имеет Сын, все, что имеет Сын, имеет и Дух Святой, и также наоборот. Не почитал хищением быть равным Богу, но уничижил себя самого. Его Боговоплощение, уподобление людям, тварным существам, это акт самоуничижения, кеносис, но уничижил себя самого, приняв образ раба, все люди рабы Божьи, сделавшись подобным человеком и по виду став как человек, смирил себя, быв послушным даже до смерти и смерти крестной. Когда на Пасху многие говорят, какое чудо Христос воскрес? Я говорю, это никакое не чудо. Что, вы смеетесь, что ли? Бог есть источник жизни, Он сущий, то есть самодостаточный. Чудом является то, что Он умер, вот это действительно чудо. Как Бог, который является источником жизни, а Боге сказано, что мы им живем, движемся и существуем, может умереть? Это был акт Его смирения. поэтому и сказано здесь, быв послушным даже до смерти, смерти крестной, а почему акцент делается на крестной смерти? Это самая позорная смерть в те времена. К этой смерти на кресте приговаривали беглых или восставших рабов, детоубийц, убийц родителей. И далее 9 стих 10-11 «Посему и Бог превознес его», то есть Бог превознес его, потому что он смирился, даже до смерти, смерти крестной, «посему и Бог превознес его и дал ему имя выше всякого имени, дабы пред именем Иисуса преклонилась всякое колено небесных, земных и преисподних и всякий язык исповедал, что Господь Иисус Христос в славу Бога Отца». То есть в славу Бога Отца Он и Отец это одно. И в книге «Деяния святых апостолов» 4 глава 11-12 стих мы находим слова о Христе. «Он есть камень, пренебреженный вами зиждущими, но сделавшиеся главой угла, и нет ни в ком ином спасения». Вот если бы Христос не был бы Богом, разве можно было бы так сказать? «И нет ни в ком ином спасения, ибо нет другого имени под небом данного человеком, которым надлежало бы нам спастись». То есть кроме имени Иисуса Христа. Он истинный Бог и жизнь вечная. И далее идет раздел с 12 по 13 стих. Здесь первоверховный апостол Павел призывает христиан быть усердными и серьезными в христианском странствовании перед Богом. И мы читаем 12-13 стих. «Итак, возлюбленные мои, как вы всегда были послушны, не только в присутствии моем, но гораздо более ныне, во время отсутствия моего, со страхом и трепетом совершайте свое спасение». Казалось бы, здесь удобнее было бы поставить слово «служение». Например, «Со страхом и трепетом совершайте свое служение». Но почему сказано «спасение»? Потому что наше спасение и заключается в том служении, которое мы совершаем, потому что мы, как рабы Божия, преданно исполняем волю нашего Господина. «Со страхом Божиим мы приступаем к любому служению, со страхом и трепетом совершайте свое спасение, потому что Бог производит в вас и хотение, и действие по своему благоволению». А вот это самый непонятный стих в Библии. «Если Бог Сам производит в нас и хотение, и действие, то есть исполнение этого хотения, то почему человек должен отвечать за свои поступки? Бог дал ему хотение и потом привел его к действию, которое реализует то хотение, которое Бог ему послал. И вот блаженный Августин, очень проницательный богослов, подлинный отец церкви. На Пятом Вселенском соборе, когда церковь определяла, кто отцы церкви, были названы только 12 имен и среди них имя блаженного Августина. Он находит такое решение, это его трактат о благодати Христа и первородном грехе. Августин пишет, Бог не только одарил нас возможностью делать, чему Он, Бог, еще и способствует, но и обеспечивает нас тем, чтобы в нас были хотения и действия. Не то, чтобы желания и действия были совсем не наши, но без Его Бога помощи мы не можем ни желать добра, ни сотворить его. То есть Августин рассуждает, если в Слове Божьем так сказано, потому что Бог производит вас, вас, то есть в святых и хотения и действия, то речь идет о блаженном хотении и о святом действовании. Далее идет раздел с 14 по 18 стих. Здесь апостол Павел, первоверховный апостол, призывает христиан соответствовать той вере, которую мы имеем, теми добродетелями, которые мы должны стяжать. И мы читаем с 14 по 18 «Все делайте без ропота и сомнения, чтобы вам быть неукоризненными и чистыми чадами Божьими, непорочными среди строптивого и развращенного рода, в котором вы сияете, как светило в мире». Действительно, все верующие в Господа Иисуса Христа сияют, как светило в мире. А что является физическим светилом в мире? Солнце. И помните, как в Евангелии описывается преображенный Христос, его лицо сияло ярче света солнца? А здесь говорится, что все верующие должны сиять как светило в мире. «Содержа слово жизни к похвале моей в день Христов, что я нечетно подвязался и нечетно трудился». Содержа слово жизни, слово жизни – это Евангелие, «к похвале моей в день Христов», то есть в день суда, Павел будет прославлен через то, что через его наставление люди пребывали в Боге и с Богом, что я нечетно подвязался, то есть я не напрасно тратил время на вас и нечетно трудился, трудился, переходя из города в город. Помните, как в книге Деяний Павел говорит, «каждый день у меня стечение народа». Конечно, тяжело. Далее, 17-й и 18-й стих. «Но если я и соделываюсь жертвой за жертву и служение веры вашей, то радуюсь и сорадуюсь всем вам, о сём самом и вы радуйтесь и сорадуйтесь мне». Немножко непонятно, «соделываюсь жертвою за жертву» в культурно-историческом комментарии, говорится, «примеры Павла и Тимофея». Павел на конкретных примерах продолжает иллюстрировать образ жизни верного слуги, раба в древних религиях, регулярно совершали возлияние богам, используя обычно вино, но иногда воду. Павел говорит здесь о жертвенном возлиянии истинному богу, он с готовностью приносит себя в жертву за филиппийцев и присоединяет к их собственной жертве. Вот это очень понятное объяснение, оно о том, что каждый христианин чем-то жертвует и это, как правило, происходит тогда, когда мы подражаем другим, которые так же поступают, мы как бы присоединяем свою жертву к той жертве, которую видим, как ее приносят другие верующие в Господа Иисуса Христа. Поэтому Павел здесь так и сказал, но если я и соделываюсь жертвою за жертву, то есть вы жертвуете своими деньгами, средствами, они очень помогали, а я готов жертвовать и самой своей жизнью, как бы так рассуждает первоверховный апостол Павел. В заключение он упоминает о двух верных служителях, которых намеревался послать к ним о Тимофее и Епофродите, отзываясь о них с большой похвалою. Об этом с 19 до 30 стиха. «Надеюсь же в Господе Иисусе вскоре послать к вам Тимофея, дабы я, узнав о ваших обстоятельствах, утешился духом, ибо я не имею никого равноусердного, кто бы столь искренно заботился о вас». Он говорит похвалу Тимофею, он его посылает не случайно, потому что он не имеет другого столь ревностно любящих их филиппийцев. 21 и 22 стих. «Потому что все ищут своего, а не того, что угодно Иисусу Христу, а его верность, то есть верность Тимофея, вам известна, потому что он как сын отцу служил мне в благовествовании». Он был сработником апостола Павла. Итак, я надеюсь послать его тотчас же, как скоро узнаю, что будет со мною. Он еще в неопределенном положении, он не знает, сможет ли он прийти к ним сам, или его казнят, и он вообще никуда не придет. Итак, я надеюсь послать его тотчас же, как скоро узнаю, что будет со мною. Я уверен в Господе, что и сам скоро приду к вам. Впрочем, я почел нужным послать к вам Епофродита, брата и сотрудника, и сподвижника моего, и вашего посланника и служителя в нужде моей. Епофродит называется посланником этой церкви, которую пишет апостол Павел. Он доставлял Павлу все необходимое от филиппийской церкви, и Павел очень ценит служение этого Епофродита, этого удивительного человека, который, конечно же, рисковал жизнью, совершая такие долгие переходы между Филиппами и Римом, потому что он сильно желал видеть всех вас и тяжко скорбел о том, что до вас дошел слух о его болезни, то есть он заболел во время долгого перехода из Филипп в Рим и расстроился не потому, что заболело, потому что его церковь очень переживала за него, ибо он был болен при смерти, пишет Павел, но Бог помиловал его, и не его только, но и меня, чтобы не прибавилась мне печаль к печали. То есть оказывается Бог сохраняет жизнь некоторых людей как очень полезных для других людей. И для апостола Павла это была бы печаль к печали. Что значит печаль к печали? Он сидит в узах, это одна сторона печали, и если бы он потерял бы и этого благословенного служителя, и Пафродита, одна печаль наложилась бы на другую. Ибо он был болен при смерти, но Бог помиловал его, и не его только, но и меня, чтобы не прибавилась мне печаль к печали. Посему я скорее послал его, то есть назад, когда он выздоровел, чтобы вы, увидев его снова, возрадовались, и я был менее печален. То есть он все равно остается в узах, но он не будет так печален, зная о том, что все хорошо с Эпофродитом, что он вернулся в свою общину. Примите же его в Господе со всякой радостью, и таких имейте в уважении. Казалось бы, а что такое сделал Эпофродит? Ну, доставил гуманитарную помощь в Рим. На самом деле Библия нам показывает, что те, которые служат пророкам, они получают награду пророков. Те, которые служат праведным, они получают награду праведных. Как и сказано, прими пророка во имя пророка, получишь награду пророка. прими праведного во имя праведного, получишь награду праведного. То есть, в глазах Бога они уравнены. Как Елисей, который был помощником пророка Ильи, обычный крестьянин, стал более великим пророком, каждое чудо Ильи он совершил в два раза больше, только потому, что он служил Ильи, как в еврейском народе говорят, лил воду на руки Ильи. Элише лил воду на руки Ильяху и стал выше Ильяху. То есть, он только прислуживал Илье, но Бог уравнивает таких людей, потому что служение пророков, священников, апостолов не может обходиться без таких людей, как Епафродит, поэтому, если вы поддерживаете священнослужителей, особенно тех, которые трудятся в слове, на это обращает внимание апостол Павел, вы делаете очень много. Примите же его в Господе со всякой радостью, и таких имейте в уважении, ибо он за дело Христова был близок к смерти, подвергая опасности жизнь, дабы восполнить недостаток ваших услуг мне. А что значит недостаток ваших услуг мне? Он как бы говорит, но вы-то не смогли бы все прийти, он за вас и от вашего лица делает то, что делает. Архиепископ Аверки Таушев пишет, «Возвращая Ипофродита филиппийцам, апостол хвалит его за великий труд, подъятый им, за то, что он пришел к апостолу, чтобы утешить его в вузах за тысячи слишком километров, отделяющих Филиппы от Рима и подвергся тяжелой болезни». Конец цитаты. Итак, сегодня отцы, братья, сестры, мы читали с вами и делали обзор второй главы посланий к филиппийцам первоверховного апостола Павла. Если будем живы, Господь позволит, то в следующий раз мы будем читать и делать обзор третьей главы этого же послания. Молитесь за то служение слова, которое мы совершаем на библейском портале Экзегет. Подписывайтесь на библейский портал Экзегет, чтобы вовремя получать информацию о новых беседах и берегите себя в это трудное и беспокойное время. субтитры и берегите себя Продолжение следует...